Здравствуйте! Сегодня у нас с вами очередное телевизионное занятие по курсу лингво-страноведения, немецкий язык. Наши с вами телевизионные занятия, напомню, традиционно подразделяются на два фрагмента. Первый фрагмент нашего урока – это своеобразная прогулка по музею немецкого языка. И, переходя от такого виртуального стенда к другому, мы ознакомимся с разными историческими эпохами. На основании тех экспонатов, тех реликтов, которые остались и дошли до нашего времени из отдаленных эпох. Это могут быть слова, отдельные слова, это могут быть какие-то тексты, это могут быть имена тех или иных исторических деятелей, Это могут быть описания интересных событий, которые связаны, вот как в нашем случае, с взаимодействием немецкого и русского языка, немецкой культуры и русской культуры. Соответственно, все это связано с теми решающими, историческими сдвигами, которые переживала и Германия, и Россия в веке XVII, XVIII, XIX и XX. А второй фрагмент нашего занятия, напомню, состоит в том, что мы знакомимся с днем сегодняшним, днем сегодняшнем Германии по различным аспектам жизни немцев. Это и искусство, и культура, и особенности быта, это и политические партии, которые в настоящий момент являются господствующими на политической арене Германии. Это и сегодняшняя пресса, сегодняшнее радио и сегодняшнее телевидение в Германии. Сегодня, например, речь пойдет о том, какие газеты и журналы предпочитают читать современные немцы. Ну а начнем мы наше с вами сегодняшнее занятие, напомню, сегодня у нас с вами шестое занятие, лекцион секс. Так вот, начнем мы с вами сегодняшнее занятие, как всегда, с погружения в волшебный мир немецкого языка. И я предлагаю вам продолжить наши с вами прогулки по музею немецкого языка. Ну почему по музею, я уже говорил. Дело в том, что постепенно, из века в век, мы знакомимся, как складывались отношения между Россией и Германией. Это нас интересует в первую очередь, конечно. Какое влияние оказывал немецкий язык на русский язык и немецкая культура, соответственно, на формирующуюся русскую культуру. Но и наоборот, как в какие-то моменты, решающие моменты истории, русская культура и русский язык могли сказаться на немецком языке и немецкой культуре. Напомню, что в предыдущих телевизионных уроках мы уже познакомились с ситуацией, как она складывалась до Петровских реформ. Ну а вот сегодня мы с вами узнаем, как складывались отношения России и Германии и почему становится возможным говорить об особом положении немцев в России, начиная с эпохи Петра Велик. Немецкая слобода возникла, как мы с вами уже знаем, гораздо раньше XVII века. Петр был не первый русский царь, который приглашал немцев в Россию, который разрешал им селиться в России. Но немецкая слобода XVII века – это нечто совсем иное, нежели немецкие поселения века XVI. Дело в том, что немецкая слобода уже в конце XVII века из такого своеобразного пригорода для иностранцев, или немецкого пригорода, вот сейчас этот район в Москве называется Лефортово, превратилась в достаточно крупный городской район. Потому что многие немецкоязычные переселенцы, протестанты из Германии, Швейцарии и Ильзаса, а также родственные в языковом отношении голландцы и фламандцы, в какой-то момент, в конце XVII века, начали составлять значительное большинство по отношению к другим иностранцам. И немецкий язык в этом районе Москвы стал такой своеобразный лингофранко, своеобразным языком межнационального общения. Вот напомню, что ведь в начале вот эта слобода для иностранцев была основана тем, чтобы оградить православное население столицы от вредного, в кавычках разумеется, вредного влияния Запада. Но впоследствии, во времена правления молодого царя Петра, это намерение обратилось в свою противоположность. Потому что и свобода передвижения, и космополитичная атмосфера, царившая в иностранной, скажем так, немецкой слободе. Экономическая динамика этого, пусть маленького, но экономически очень развитого микромира, ориентированного на традиции Западной Европы. Вот все это магически притягивало к себе будущего правителя Петра, будущего правителя государства российского. И вот частое пребывание молодого царя в немецкой слободе в конце 17 века привело к тому, что он полюбил и овладел голландским и немецким языком. Ну, сначала, как известно, Петр отдавал предпочтение все-таки Голландии и голландскому языку. И Петр даже использовал для нового русского знамени цвета голландского флага, изменив лишь их расположение по горизонтали. А вот не случайно на слайде фигурировал 1707 год. Дело в том, что в том самом 1707 году Петр потребовал, чтобы каждый русский начал учить голландский язык. Вот такое событие языкового плана тоже приключилось в 1707 году в культурной истории России. Симпатии Петра, молодого Петра, привели к тому, что в течение всего лишь нескольких десятилетий в русском языке появилось очень большое количество заимствований. Ну, конечно, прежде всего в области морского дела. Вот около 300 заимствований из голландского языка. Почему это так знаменательно? Дело в том, что этот поток заимствований был действительно связан только с эпохой правления Петра. И как отмечают словари русского языка, после смерти Петра, напомню, это был 1725 год, не было зафиксировано ни одного заимствования из голландского языка. По сравнению с этим, взаимоотношения с немецким языком не прерывались, и поток заимствований именно из немецкого языка не прекратился даже после смерти Петра. Ну, а полностью открыл Петр двери России на Запад уже после своего возвращения из продолжительного путешествия по Западной Европе. 20 лет Петр путешествовал по Европе с 1678 по 1698 год. Он посетил тогда и Кёнигсберг, и Ганновер, и Амстердам, и Лондон, и через Дрезден, и Вену, вернулся потом в Россию. Но наиболее важное все-таки значение имело для Петра, ну и не только для Петра, а для всей последующей истории государства российского, Петровское пребывание в Амстердаме. В течение четырех месяцев он знакомился с тем, как работают верфи Ост-Индской компании. Он знакомился с тем, как строятся фрегаты. Во время этой своей, как мы сейчас сказали, длительной командировки, Петр уже начал тогда вербовать европейских специалистов. Ну а эта работа была активизирована после 1703 года, когда Петр основал новую столицу Российской империи – Санкт-Петербург. По его замыслу, этот город должен был дать выход на Балтику и тем самым открыть, как выражался поэт, окно в Европу. Ну и этой своей цели, как мы сами хорошо помним из курса отечественной истории, Петр I и добился в Северной войне против Швеции. Он завоевал Балтийское побережье и города, заселенные преимущественно немцами, которые автоматически становятся российскими подданными. Напомню, что новая резиденция поначалу называлась в честь святого Петра в голландском варианте, и звучала именно в голландском варианте, как Санкт-Петербург. Но вскоре укоренилась немецкая вариация произношения названия города. Немецкие названия получили многие топонимы, то есть окружающие Петербург, крепости, например. Вот давайте вспомним, это и Шлиссельбург, и Кронштадт, то есть крепости, прикрывавшие столицу. А в самом центре города были заложены так называемые больверки, в центре которых находились цейгаузы. На правом берегу реки появилось здание биржи, опять-таки из немецкого заимствованный термин – die Börse. А к зданию биржи примыкала кунсткамера – собрание редкостей. Напротив, на другой стороне Невы, Петр приказал соорудить здание Адмиралтейства и Верфь. Городское управление, напомню, также строилось по замыслу Петра по немецкому образцу, во главе с бургомистром, который заседал в Радуше. Все подразделения купечества тоже были подразделены на европейский манер. Купцов объединили в гильдии. Ну а что касается государственного управления, то Петр учредил отраслевые министерства, которые также имели немецкие названия, например, «юстиц-коллегия» или «камер-коллегия». Значительно по своему объему проникновение немецких военных терминов, что естественно, поскольку вся эпоха Петра – это эпоха непрерывных войн, завоевательных походов, освоение по замыслу Петра передовых европейских технологий. Под этим, конечно же, подразумевалась в первую очередь и освоение военных технологий, передовых военных технологий той эпохи. Соответственно, из Петровского времени до нашего времени дожили такие немецкие заимствования, как «Блокада», «Бруствер», «Фельдфейбль», «Гаубица», «Генералитет», «Лейбгвардия», «Лозунг», «Унтерофицер», «Залп», «Штаб» и многие другие. И вот такая своеобразная лингва франка тоже складывается в этом отраслевом языке, то есть вот язык, скажем так, межнационального общения. В сфере экономической жизни тоже благодаря эпохе Петра в русский язык вошли такие слова, как «бухгалтер», «Цифра», «Фура», «Кассир», «Штемпель», «Штоф» и многие-многие другие. Вот так складывалась ситуация, благоприятная, надо сказать, ситуация для того, чтобы немецкоязычная в широком понимании культура и большое количество лексики германских языков активно усваивались и осваивались русским языком и русской культурой. Вот почему я говорю о широком понимании, потому что эпоха Петра – это контакты, ну, скажем так, с теми государствами, в первую очередь, где господствовала германская группа языков. Это и немецкий, и голландский. И лишь потом роль голландского, как мы уже говорили об этом, будет все более сужаться. Еще один фактор, который нельзя сбрасывать со счетов – конкуренция немецкого и французского языка. Дело в том, что в какой-то момент французский язык начал как бы вытеснять, постепенно вытеснять языки германской группы – и голландский, и немецкий. Ну, естественно, это были последствия той реакции, которая наступила после смерти Петра. Вот напомню, что Елизавета Петровна ввела именно французский язык в дипломатический обиход. А Михаил Ломоносов, который получил образование в Германии и основал Московский университет, как это ни парадоксально, считал, что немецкое засилие в культуре и науке тормозит российское образование и просвещение. Ломоносов предпринял серьезные усилия к тому, чтобы найти русские, подобрать русские эквиваленты для немецких слов в немецкой научной речи, которым пользовались в большинстве своем ученые той эпохи, ученые Российской Академии Наук. Ну, правда, дальше элементарного калькирования дело не пошло. И вот серьезного пуристского движения в России, как это было, например, в Чехии, Россия никогда не знала. Ну, а новый подъем влияния немецкой культуры и немецкого языка, правда, очень своеобразный, сейчас мы об этом поговорим, начался во времена правления Екатерины Великой. Это 1762-1796 годы. Почему я говорю о парадоксальности? Дело в том, что, несмотря на свое немецкое происхождение, Екатерина Великая хорошо осознавала тот ущерб, который, по ее мнению, могло статься за счет чрезмерного засилья немцев при дворе. Вот Екатерина Великая считала, что это наносило серьезный ущерб, ущерб имиджу, внешнеполитическому имиджу России и, соответственно, внешней политике России. Ну, и, собственно, культурному развитию России. И вот в политическом завещании, которое было написано в конце «Царствование», Екатерина Великая настойчиво предостерегает от этого влияния при дворе, от немецкого влияния при дворе, и вот цитата из ее политического завещания. «Для блага Российской империи советую отдалить от советов обоего полу немцев». Вот так считала Екатерина Великая, несмотря на то, что по происхождению была немкой. Но, поскольку мы говорим о парадоксальности, может быть, какой-то непоследовательности в императорском поведении, то именно Екатерина Великая способствовала притоку специалистов из Западной Европы, но не в целях освоения пространства московского или санкт-петербургского, а в целях освоения новых просторов страны и увеличения населения страны. И вот ей пришло в голову призвать в Россию большое количество переселенцев, но только исключительно крестьян. И опять-таки на ее зов из Западной Европы в первую очередь откликнулись немцы. И вот начиная с 1764 года было несколько волн переселенцев, немецких крестьян, которые занимали те или иные, правда, пустующие, но весьма перспективные в сельскохозяйственном отношении земли. И вот так складывались целые диаспоры, то, что будет названо, поволжские немцы. И во второй половине 80-х годов, 18 века, появилось понятие «черноморские немцы». Столетия спустя число этих переселенцев достигало уже почти полумиллиона человек. У них были колоссальные привилегии, которые, в общем-то, изжили себя лишь в тот момент, когда Александр I освободил русского крестьянина от крепостной зависимости. Помимо этого, Екатерина Великая, начиная с 1770 года, проводила широкую кампанию по вербовке немецких врачей. Ввиду того, что в России не прекращались эпидемии, ну а непрекращающиеся военные действия тоже требовали большого количества и обычных, и, прежде всего, конечно же, военных медиков. Помимо этого, и Российская академия наук, которая была основана в 1725 году, в основном пополнялась выходцами из немецкоязычных стран. И вот наиболее известные академики той эпохи – это и швейцарский математик Леонард Эйлер, и историк Мюллер, это и естествоиспытатель Палас, и ботаник Гмелин. Вот все они, эти имена до сих пор хорошо известны в русской культуре, благодаря тому, что именно эти деятели первого поколения, скажем так, академиков Российской академии наук внесли значительный вклад в разработку, ну, например, как Мюллер «Основ истории государства российского». И лишь, как я говорил, в долгой борьбе, подспудной борьбе немецкого и французского языка постепенно, к концу XVIII века французский язык вытесняет язык немецкий. Вот это противостояние в конечном итоге разрешается в пользу французского языка. Уже в Евгении Онегине Татьяна, как помним, пишет любовное письмо по-французски, ну, а герои романа Толстого «Война и мир» уже объясняются исключительно по-французски. Но это другой фрагмент в истории взаимоотношения европейских языков и русского языка, европейской культуры и русской культуры. И, как мы увидим, немецкий язык лишь на время теряет свое влияние в России, уступая на какое-то время место языку французскому, но ненадолго. В веке XIX, об этом мы поговорим в следующий раз, немецкий язык опять возвращается на какое-то время в культурную сферу России. Вот те несколько интересных, как бы, витрин, которые сегодня мы с вами посмотрели в нашем музее немецкого языка. И, как я уже сказал, сегодня мы во втором фрагменте нашего занятия поговорим о том, что представляет собой пресса Германии, газеты и журнал. Ну, как всегда, перед тем, как мы приступим к работе с текстом, напомню ту серию упражнений, которые нужно будет выполнить. Итак, упражнения. 1. Читая абзац за абзацем, отмечайте в каждом предложении, несущие главную информацию и предложения, в которых содержится дополнительная и второстепенная информация. 2. Определите степень важности абзацев, отметьте абзацы, которые содержат более важную информацию, и абзацы, которые содержат второстепенную, по значению, информацию. 3. Обобщите информацию в единое смысловое целое. 4. Выразите свое отношение к прочитанному и прослушанному. Скажите, согласны ли вы с оценкой событий и фактов. 5. Скажите, что было для вас особенно интересно узнать из текста и почему. 6. Скажите, какие из перечисленных фактов вы узнали впервые. И, наконец, 7. Составьте вопросы, по которым вы хотели бы получить дополнительную информацию по этой теме. Итак, напомню, тема – прессы. 6. Вот здесь на слайде вы видите, как выглядят типовые полосы газеты «Генерал-Анцайго». 7. Ну а наша с вами задача – познакомиться сейчас с тем, что представляет собой мир прессы современной Германии. 7. Пуржуя «Генерал-Анцайго» 7. Наиболе «Генерал-Анцайго» 9. Die Presse и стандартно-Анцайгоckt на главу себя неважно представить Sache». 8. Н�ометно «Генерал-Анцайго» 11. Детейновой называемых информации «генерал-Анцайго» 11. Детейновой «Горборгар» sich umfassend zu informieren. Im Mediengesetzentwurf vom Januar 1990 wurde den Medien in der DDR Pressefreiheit und Meinungsvielfalt zugesprochen. Das Angebot an Zeitschriften und Zeitungen erweiterte sich um 50 Neuerscheinungen. Bereits Mitte 1990 waren rund 23 Tageszeitungen und 42 Wochenblätter der Bundesrepublik in der DDR erhältlich. Die Streichung der staatlichen Subventionen, der westliche Konkurrenzdruck, die Neuerscheinung und Pressesteigerungen, die für Zeitungen bis zu 175% betrogen, bedeuteten für Zeitungen und Zeitschriften Verlage der DDR einen tiefen Einbruch. Zahlreiche Verlage aus der Bundesrepublik engagierten sich bereits 1990 auf dem Medienmarkt der DDR. Anfang 1991 erschienen in den neun Bundesländern nur drei Tageszeitungen ohne westdeutsche Beteiligung. Im April 1991 verkaufte die Treuhandanstalt zehn die ehemals SED-eigenen Verlage von regionalen Tageszeitungen an westdeutsche Interessenten. 1987 erschienen in der DDR 39 Tageszeitungen mit einer täglichen Gesamtauflage von 9,3 Millionen Exemplaren. Von den 39 Tageszeitungen waren 15 Organe der SED. 35 dieser Zeitungen erschienen nach der Vereinigung Deutschlands weiter. Sieben neu wurden gegründet. Die Verflechtung der Medienunternehmen setzt sich weiter fort. Bis Mitte 1990 waren 80% der 358 bundesdeutschen Zeitungs- und Zeitschriftenverlage an lokalem und regionalem Privatfunk beteiligt. Tageszeitungen 3 von 4 Deutschen lesen täglich eine Zeitung 1990 erhöhte sich die Auflage der 432 westdeutschen Tageszeitungen um rund 2% gegenüber 1989 auf 26,7 Millionen Exemplare. Anfang 1991 wurden in den neun Bundesländern täglich 8 bis 9 Millionen Tageszeitungen gekauft. Weniger als die Hälfte der Zeitungen haben für alle Bereiche Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport etc. einen eigenen Redaktionsstab. Der Hauptgrund liegt in der Rationalisierung und Zusammenlegung von Zeitungen die einen gemeinsamen allgemeinen Teil und für unterschiedliche Regionen verschiedene Lokalteile haben. Die auflagenstärksten regionalen Zeitungen sind unter anderem Westdeutsche Allgemeine Zeitung Express Hannoverische Allgemeine Zeitung Rheinische Post Leipziger Volkszeitung Schweriner Volkszeitung Überregionale Tageszeitungen sind unter anderem Bild Süddeutsche Zeitung Die Welt Neue Zeit Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Ab Mai 1991 erscheint in den neuen Bundesländern die Zeitung Super Die der bis dahin auflagenstärksten Zeitung der Bild der Bild Zeitung Konkurrenz machen soll Regionale Tageszeitungen sind meist ähnlich aufgebaut Die ersten meist drei Seiten befassen sich mit den aktuellen politischen Ereignissen im Land und in der Welt In einem Leitartikel wird zudem das wichtigste Ereignis des Vortages kommentiert Die Spalte Pressestimmen beinhaltet kurze Auszüge aus anderen nationalen und internationalen Zeitungen Im Lokalteil wird das Geschehen in der Stadt und der näheren Umgebung aufgegriffen Im Tageskalender werden Termine für Veranstaltungen angekündigt Sterbefälle werden in besonderen Todesanzeigen mitgeteilt Das Feuilleton nimmt Bezug auf wichtige kulturelle Begebenheiten Hier werden zum Beispiel Konzerte Theateraufführungen die stattgefunden haben besprochen neue Bücher vorgestellt etc. Im Teil Leserbriefe haben Leser die Gelegenheit Stellung zu nehmen zu berichten vorangegangenen Ausgaben Der anschließende Wirtschaftsteil enthält breitgestreute Informationen die vom Aktienkurs über die Verbraucheraufklärung bis zum Umweltschutz vom Heizölpreis bis zur Schuldenkrise reichen Im Sportteil wird über die jüngsten Ereignisse im Sport berichtet Anstehende Veranstaltungen werden angekündigt Die Seite Fernsehen Roman bringt einen Überblick über die Fernsehsendungen des Tages sowie die jeweilige Folge eines Vorsetzungsromans Der Teil Panorama enthält die Wettervorhersage und berichtet über Wichtiges und weniger Wichtiges aus der Welt An bestimmten Wochentagen enthält die Zeitung Sonderbeilagen So etwa freitags ein Rundfunk- und Fernsehprogramm Heft für die folgende Woche oder Samstags den Immobilienteil und den Stellenmarkt mit Anzeigen von Arbeitssuchenden sowie von Betrieben die Arbeitskräfte suchen Wochenzeitungen Sonntagszeitungen Wochenzeitungen sind zum Beispiel die Zeit Rheinische Merkur Die meisten Zeitungen erscheinen Sonntags nicht Spezielle Sonntagszeitungen sind Bild am Sonntag Welt am Sonntag Sonntagsblatt Von den Zeitschriften oder Illustrierten haben die Programmschriften die größten Auflagen Die populärsten Zeitschriften sind Hör zu Neue Post Das neue Blatt Burda Moden Spiegel Politisches Magazin Eulenspiegel Вот Такова Основная информация Которая касается современного дня Германии Какую прессу читают немцы Напомню что по мере чтения текста я рекомендовал выполнить серию упражнений и вот над этими упражнениями вы можете продолжить работу дома в качестве домашнего задания хочу лишь обратить ваше внимание как всегда на серию ключевых слов и выражений которые вам безусловно понадобятся при работе целью Who минус Hy шамтауфлога gin熱 guard ys бурнес р г.оgrе воцократ Лоб うわ 感難 Lasки Die Neuerscheinung, die Pressefreiheit, der Redaktionsstab, das heißt die Mitarbeiter einer Redaktion. Überparteilich, das heißt keine einzelnen Partei zuzordnen. И в заключении еще раз взгляните, как выглядят основные полосы такой газеты, как General Anzeiger. А наше с вами очередное занятие, телевизионное занятие по курсу «Немецкий язык, лингвы, страноведение» подошло к концу. Я прощаюсь с вами до следующего урока. Продолжение следует...